Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мурзиёев принял чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики Дзянь-Янь, завершающую свою дипломатическую миссию. Глава нашего государства с удовлетворением отметил плодотворную работу и активное усилие посла по укреплению узбекско-китайских отношений дружбы и всестороннего стратегического партнерства. Я помню, как сегодня, 28 февраля 2018 года, вы мне верительные грамоты вручали. И прошло ровно пять лет. Надеюсь, что даже будучи в Китае, мы с вами будем держать связь и продолжать наши отношения. Вы работали искренне, переживали. Вы видели за пять лет Новый Узбекистан. Самое главное, вы как посол передавали нужный посыл своему руководству, что Новый Узбекистан на самом деле делает очень многое всегда. И когда с вами встречался, я радовался, что у вас в глазах вот такое радушие, такое отношение к узбекскому народу. Огромное вам спасибо, уважаемый Артем Иванович. Спасибо за то, что моя дипломатическая миссия заканчивается именно встречей с уважаемым президентом. Это для меня огромнейшая честь. За пять лет вы проделали такую работу, что миру удивляете, поскольку я своими глазами видела, как вы работали. Действительно, на меня произвели самое глубокое впечатление, что мы всегда с народом, с людьми. Вы лучше всех знаете, о чем они думают, о чем они хотят. Этот код – код заботы о человеке и качественного образования. Все это, естественно, связано с простым народом. Поэтому результат видно. Именно таким недающимся лидером Узбекистан добился таких успехов, которые поражают весь мир. Я полностью разделяю оценку наших двухсторонних отношений. Действительно, эти коды успехов достигли. Это, во-первых, благодаря стратегическому руководству. Именно, уважаемые президенты и наши представители всей земли, я хочу сказать, я буду всегда сторонником развития наших двухсторонних отношений. В завершение хочу вам сказать, что все творения так говорят. Как отмечалось на встрече, в сентябре прошлого года успешно прошел государственный визит председателя КНР Синдзепина в Узбекистан. За последние несколько лет товарооборот увеличился в два раза. Число совместных проектов и предприятий выросло в три раза. Реализуются крупные инвестиционные и инфраструктурные проекты. Начато практическое взаимодействие по продвижению проекта строительства железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан. Расширяются культурно-гуманитарные обмены. Осуществляются важные программы в области образования, здравоохранения, археологии, туризма и других направлениях. За личный вклад в достижение современного уровня двухстороннего сотрудничества указом президента Республики Узбекистан посол Дзяньянь. Награждена высокой государственной наградой нашей страны – орденом Дуслик. Сегодня я с волнением сюда приехала. Уважаемый Шавкат Мирамонович высоко оценил развитие наших двусторонних отношений. За последние пять лет мы достигли больших успехов. В первую очередь это благодаря тому, что у нас есть такие лидеры, что они всегда уделяют большое внимание развитию наших двухсторонних отношений. Наши лидеры поддерживают очень десные контакты и связи. Они встречают лицом к лицу, особенно на самарканском саммите ШОС. Они достигли очень много договоренностей, которые мы сейчас плотно реализуем. За эти пять лет Узбекистан сильно изменился. Международный статус, облик, развитие экономики, благосостояние народа. Я здесь посетила все регионы и часто встречаюсь с разными кругами. Их лиц и речь из их жизни видно, что новый Узбекистан сегодня строится и с интенсивным демпом. И я не сомневаюсь, что под руководством уважаемого президента Шавката Мирамоновича Мирджиоева Узбекистан достигнет еще больших успехов. Где бы я ни работала, я всегда остаюсь сторонником наших двусторонних отношений. И в большинстве случаев я тоже хочу пожелать узбекским народу счастья, новых успехов в государственном строительстве. Желаю процветания и благополучия Узбекистану. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.